Гелий Васильевич Чернов, российский лингвист-переводчик, специалист в области теории синхронного перевода и межкультурной коммуникации, доктор филологических наук, профессор, лауреат Золотой Пушкинской медали за вклад в развитие, сохранение и преумножение традиций отечественной культуры. Биография. В 1952 окончил переводческий факультет МГПИЯ М. Мариса Тореза. В 1955 аспирантуру того же института. В 1955-1961 преподаватель, старший преподаватель кафедры перевода МГПИЯ. В 1961-1967 синхронный переводчик секретариата ООН в Нью-Йорке. В 1967-1976 старший преподаватель, доцент кафедры перевода английского языка МГПИЯ. В 1976-1982 заведующий секцией русского синхронного перевода Департамента обслуживания конференции секретариата ООН, осуществлял перевод на многих крупных международных конференциях и встречах, в том числе на нескольких дартмутских конференциях. В 1983-1991 заведующий кафедрой теории и практики перевода, декан факультета переводческого мастерства Московского государственного лингвистического университета. В 1991-1995 президент Московской международной школы переводчиков. В 1995-2000 профессор кафедры теории и истории и критики перевода ОМГЛУ. В 1996 основателей первый декан переводческого факультета Московского института иностранных языков. Достижение. Ответственный редактор и руководитель коллектива авторов, создавших и опубликовавших в 1996 англо-русский лингвострановический словарь. Американо первое двуязычное энциклопедическое издание США, автор двух монографий и около 60 научных публикаций по теории перевода, в том числе по вопросам межкультурной коммуникации. Соавтор и ответственный редактор карманного англо-русского и русско-английского словаря, выдержавшего около 30 изданий, в том числе «Харрэп Спокет Рассиан Дикшинари» и «The Wordsworth English Россиан Рассиан Инглиш Дикшинари». Подготовлен к изданию словарь «Американский вариант», «Англо-русский и русско-английский словарь». Первый двуязычный словарь, отражающий особенности американского варианта английского языка, выпускался издательствами «Глассариум» и «Бепресс».